Всем привет! Друзья, сейчас сделаю небольшие манипуляции работы с шестирамочниками и хочу поделиться с вами, показать какой еще один плюсик шестирамочника, который я использую у себя на пасеке. Что это за плюсик? Это я иногда использую шестирамочник как стартер для небольшого количества маточников и также использую шестирамочник для сбора маточного молочка. Так как у меня уже так повелось, что когда я отбираю плодную матку с улья, я подставляю маточник на выходе через около плюс-минус 5 дней. Даю маточник без изоляции, чтобы не разрызли его, поэтому выдерживаю 5 дней. Да, это долго, можно быстрее делать через 3 дня, то и через сутки. Я делаю таким методом, мне так нравится, я даю себе отдыхать, чтобы была неспешная работа. Ну и в перерывах, вот эти 5 дней, когда улья стоит без матки, а без маточин, что я могу с этим улем сделать? Я делаю маленькие прививочки. Прививочки по одной планочке, там у меня 12-13 маточников, как бы как стартер, 2 дня он у меня используется. То есть я привился позавчера, сегодня прошло 2 дня, я забираю отсюда привитую рамку, я сейчас вам покажу. Ну и сегодня же я сейчас заберу отсюда рамку прививочную, поставлю его в семью воспитательницу с маткой, дальше, чтобы воспитывались. А в этот же шестирамочник даю прививочную рамку, мисочки, для сбора маточного молочка. И через 72 часа я забираю отсюда рамку с маточным молочком. Забираю рамку и даю сюда маточник на выходе. То есть получается то время, 5 суток, которые я даю для отстойки, он у меня, этот олей, работает. Да, они не все у меня работают, потому что их больше 100 штук на пасеке, все их так не загружаю, конечно же. Ну, те, которые мне нравятся, я вижу по силе, те, которые тянут и маточник, и маточное молочко, я загружаю маточниками, прививками. Ну, и так дальше. Так что, вот примерно так все это происходит. Я вам сейчас покажу. Вот у меня такая сила семьи, ну, сила шестирамочника. Отсюда была забрана матка и было дано прививочная планка. Ну, как видим, как видим. Давайте посмотрим вместе. Как видим, смотрите, друзья. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Все тринадцать мисочек, которые мы дали на прививки, все приняты. И, как видите, приняты они, вот я использовал здесь джентерский сот. Вот, все ровненькие привитые и все тринадцать штук привитые. То есть, очень классно тем, что это небольшое количество. Как видим, пчелы на маточниках хватает. Поэтому мы теперь вот эту рамку, не стряхивая пчел, просто переносим в семью воспитательницу с маткой. Здесь же мы просто оставляем колодец, так как и есть он. Просто закрываем. Колодец нам еще пригодится обязательно, потому что буквально через, ну, там, сколько я, десять минут, там, пока я сейчас туда-сюда, я сюда дам прививочную рамку для маточного молочка. То есть, для сбора маточного молочка. Ну, вот, как бы, пока все. Как с молочком я работаю, постараюсь вам показать. Ну что, друзья, сделали я прививочку на маточное молочко, восковые мисочки. Наша прививочка личиночки есть. Ну, и теперь давайте поставим все это в семью. Ну, вернее, не в семью, а в отводочек наш. Смотрите, тут колодец. В колодце собралось довольно много пчелы. И я думаю, что прием у нас будет хороший. Вот и все. Теперь через 72 часа придем забирать маточное молочко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА